От человека с ником Озабоченный. Что-то у нас про третью физику. Прошу прости из-за пошлости, что происходит с третьей физикой? Состояние алкогольного опьянения. Так, та-та-та. Обрывается на самом-то срочном. Я, кстати, не помню, что там. Я тоже не помню, что там было. Много раз рассказывали. Ну, вообще, вот с этими тройками и с алкогольными всякими вещами, это, конечно, тема такая полушуточная, потому что была вот эта история, что в алкогольном опьянении тройка как-то раскрепощается. Ну, и многие замечают за собой тоже по отзывам тех людей, которые у нас там типировались, учились. Есть такие наблюдения, что просто тройка там раскрепощается. Ну, и дальше... Ну, в общем, мне кажется, этим можно ограничиться. То есть это достаточно хорошо описывает ситуацию. Ну, это что, кажется? Дальше у каждой конкретной тройки будет что-то своё в зависимости. Я не знаю, если там какая-нибудь третья физика боится танцевать, а тут она на вечеринке, она немножко выпила, возможно, она будет как-то активнее двигаться. Если, опять же, вот сложно, я не знаю, там, кто-нибудь с третьей физикой может там выпить и... Ну, котик... Это была атака. Вот больше я ничего не скажу. Ну, вполне может быть, что третья функция склонна... Можно вывести такую схему примерно, что третья функция в состоянии опьянения начинает из неё в демона вылезать всё то, что она прятала, и пытается ещё имитировать такую единицу. Вот. И если, допустим, там третья эмоция эмоционально скоопощается, когда прибухнёт, то третья физика может начать делать что-нибудь такое физическое, то, что она втрезает... Может ли экстравертный этикс со второй эмоцией производить впечатление не очень общительного и открытого человека при отсутствии депрессивных расстройств и психологических травм? Хороший вопрос. Сейчас мы ещё доотвечаем. Значит, да, то есть, если третья эмоция прибухнёт, то третья физика может начать делать какие-то вещи, которые не совсем, может быть, там, начнёт обнажаться, к примеру, или драться, если это мужчина. Вот. Тот же самый Достоевский, мне кажется, вот, которого мы типировали тут не так давно, но вот у него такой неадекват по третьей физике был, он спускал деньги на казино, рулетку, на всю эту фигню. Это ведь тоже деньги, это всё про физику. Вот. И у него тоже была такая неравновешенность, ему каждый раз сказалось, что он вот-вот отыграется. Ну, это, в принципе, про игроманию как таковую, но в его случае это именно вот про физику было. То есть, у него вот эти... Это же всякие вот эти психические, психологические глюки, они иногда вот типы, они показывают, почему у этого человека выстроил именно такой глюк, именно такое расстройство, почему именно в эту сторону. То есть, сами типы на это напрямую не влияют, но через них это тоже может проявляться. А, я ещё хотела, да, про Достоевского, я ещё хотела добавить, что вот, соответственно, чем больше у вас всяких разных демонов там запрятано поглубже, тем вот больше их вместе с алкоголем будет из вас вываливаться. Это тоже такой хороший тест. Демоны это такое, да. Потому что если их нет особо, то и вывалиться будет особо нечему. Музыка. 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 Музыка.